Смотря на дно океана Земли, не так просто понять, как он может помочь нам в исследованиях океана на Европе. Но это так и есть. Несмотря на то, что Европа значительно меньше Земли, на ней находится очень глубокий океан. Мы не знаем, есть ли там жизнь, но у него много сходства с океанами Земли. Здесь мы глубоко под поверхностью океана на Карибских островах, 50 миль к югу от острова Большой Кайман. Мы находимся в той части океана, которая остается совершенно темной, вне освещенного поля зрения роботизированного подводного аппарата. Эти гидротермальные источники на Земле встречаются очень редко. Температура воды вокруг них достигает 450 градусов Фаренгейта, а в некоторых местах даже 770 градусов Фаренгейта. И буквально в дюйме от этой температуры находится много, много, очень много креветок. Эти креветки слепы, там нет никакого света, им не нужны глаза. Итак, как же на Земле существует жизнь в таких местах? При отсутствии света, который обычно дает нам энергию для производства пищи, бактерии здесь могут получать энергию химических элементов, которые производят горячие источники на океанском дне. А эти бактерии дают энергию креветкам и другим живущим здесь организмам. Изучая такие системы, мы можем вычислить количество живой материи, биомассы, которую поддерживает энергия, поступающая от гидротермальных подводных источников. Наши исследования на дне океанов Земли позволили нам не только узнать нечто новое о Земле, здесь есть прямая связь с тем, что происходит на Европе, далекой Луне Юпитера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok